Здравствуйте, это программа Рынкопозиция и ежедневная битва фундаментальных и технических экспертов в прямом эфире телеканала РБК продолжается. Напомню, что мы подводим итоги минувшей недели, а после обсуждаем с новой командой насущные вещи. Итак, на прошлой неделе команду технического анализа представлял Евгений Филиппов. Он рекомендовал в пятницу покупку валютной пары доллар-турецкая лира. И вот здесь сработало бы с доходностью 0,3% эта рекомендация. И команда фундаментального анализа была привержена практически всю текущую прошлую неделю российским бумагам, в конце которой рекомендовала покупку ФСК ЕС. И вот здесь доходность по закрытию торговой сессии в пятницу составила бы 2,6%. Команду, напомню, представлял Роман Ткачук. Так вот, сегодня продолжается рост в бумагах ФСК ЕС. И сейчас он уже исчисляется отметками в 4,5%. Вообще, нужно сказать, что неделя началась благоприятно для всего сектора электроэнергетики. Рост сети плюс 6,5%, ФНТРА уже плюс 5%. И ФСК, как я сказала, 4,5%. Но вернемся к доходности недельного портфеля. И она была выше у команды технического анализа 4,4%. Но и фундаменталисты тоже заработали неплохо 3,7% практически. Таким образом, недельный счет с учетом всех вводных у нас составил 4,2% в пользу технических экспертов. Также ведут пока техники с начала текущего года 7,3% в их пользу. Также и доходность у нас тоже пока на стороне технической команды. Напомню, что новая команда у нас сейчас представлена технический эксперт. Это Михаил Хлистунов, руководитель московского департамента групп компании ФИБО. Команду фундаментального анализа поддерживает Артем Деев, ведущий аналитик брокерской компании Амаркетс. Добрый день, уважаемые господа. Михаил, давайте тогда немножко затронем перспективы российской электроэнергетики. Почему она вдруг сегодня растет? Если говорить полностью про весь российский фондовый рынок, он растет уже по всю прошлую неделю и на текущий момент. Рано говорить о каких-то перспективах. Сейчас индекс московской биржи 2,300 ровно стоит, это психологический уровень. Я считаю, лично мое мнение, что нас ждет небольшая коррекция, а потом рост продолжится. Вы имеете в виду по московской бирже или мы сейчас говорим исключительно о перспективах электроэнергетики? Если говорить о перспективах электроэнергетики, как вы сказали, ФСКС растет, потенциал сохраняется, но должна быть небольшая коррекция. То есть не бывает такого, чтобы все шло в одну сторону. То есть тренды. Но это явно связано с какой-то новостью или каким-то инвестиционным интересом к всему сектору. Может быть, как раз сейчас, Артем, вы видите этот интерес к электроэнергетике? Ну да, я привык и склонен полагать, что если у нас наблюдается какая-нибудь позитивная динамика в рамках конкретного сектора, нужно искать информацию о новостях, которые... Ну, немного времени, скажем так. Если говорить про текущую динамику, вот у нас в эти выходные для всего сектора нефтянки был довольно серьезный фундамент. Он был связан с встречей участников энергетического пакта в Омане. И мы знаем то, что было принято решение сохранить неизменной прежнюю дорожную карту, что даже несмотря на то, что сейчас цены находятся на уровнях локальных экстремов, максимумов, нет особой необходимости отказываться от соглашения, либо, скажем, сокращать объемы добычи. То есть... И его продляют до конца текущего года? Да, в соответствии, как и было решено в ноябре еще, этот контракт, эта сделка будет действовать до конца 2018 года. Соответственно, если стороны в рамках встречи мониторингового кабинета не отметили целесообразность сокращения объемов добычи, ну, для нефтеанкета должно быть стимулом дополнительного роста. И почему бы сейчас компаниям, которые завязаны на работе в этом секторе, не отрабатывать столь позитивную новость первыми? Я допускаю то, что российский нефтяной сектор по мере, опять же, наличия этого фундамента будет подрастать еще какое-то время. Ну, а там пока что время. Ну, меж тем, не очень активно сами нефтяные котировки отреагировали на заявление из ОМАНа, потому что сейчас мы наблюдаем снижение очень умеренное, но, тем не менее, 68 долларов 65 центов стоит Brent, 63,44 WTI. И вот какие сейчас силы противодействуют тому, чтобы нефть росла на вот этом благоприятном, казалось бы, известии? Ну, все-таки, да, разумеется, есть еще и негативный момент. Это лично мое субъективное мнение сводится к тому, что я все-таки отношусь к трейдерам, которые делают ставку на снижение нефтя, потому что уровень 70 по Brent, это какой-то космический рубеж. И мы понимаем, что, да, есть позитив, но есть, возможно, еще более существенный негатив. Этот негатив связан с тем, что высокие цены на нефть стимулируют американских производителей наращивать объемы добычи. И, собственно, в прошлой неделе у нас был доклад администрации энергетической информации, мы видели то, что там повышены прогнозы по производству нефти. У нас в пятницу был доклад от Международного энергетического агентства, они ожидают 10,5 миллиона баррелей по производству США, то есть они претендуют уже на то, чтобы опередить Саудовскую Аравию и оказаться на Олимпе по производству вкупе с Россией. То есть здесь все-таки нужно быть реалистом и понимать, что есть именно баланс спроса и предложений, и этот баланс все равно смещен в сторону гиперпредложений на текущий момент, а, соответственно, есть фактор снижения. А вы согласны, Михаил? У меня как раз кардинально другое мнение по этому поводу. А как мы любим, когда не согласны команды технического фундаментального анализа? Есть очень интересный документ, он был опубликован в Америке 4 января, в котором пишется про объемы нефтедобычи в будущих периодах. С 2019 по 2024 год в Америке планируют распродать 90% американского шельфа. То есть, поясню, это все запасы нефти американской, которые были разведаны ранее, то есть они были неприкосновенные с прошлого века, с 80-х годов. И сейчас, вот с 2019 года, все крупные нефтяные компании будут, грубо говоря, покупать участки и производить нефть. Для того, чтобы это было рентабельным для этих компаний в первые годы... Нужно поддерживать какой-то уровень? Да, нужно поддерживать какой-то уровень. Если говорить об уровнях, это довольно широкий диапазон от 55 долларов до 75 долларов. Но вы тоже недалеко ушли от Артема, который полагает, что цены на нефть будут ниже. Я считаю, что тренд будет повышательный в любом случае. То есть, до конца 2020 года, когда пройдут наиболее значимые аукционы, нефть просто должна быть на высоких значениях. Высоких, выше 75? Да, это лишнее мое мнение. Хорошо. Возвращаясь от нефти к российскому рублю. Вот, Артем, смотрите, у нас сейчас идет в противовес снижению нефти укрепление рубля относительно американского доллара. И здесь налоговый период. Какие на текущую неделю вы видите перспективы? И для рубля, и для, например, индекса ММВБ, как отражение тоже рублевой динамики? На самом деле, для российской валюты особенных перспектив я не вижу. Я считаю, что всю ту бодрость, которую только можно было показать рублю, она наверняка уже показана. И тем более, что мы видим, уже обсуждая котировки нефти, насколько сейчас великий риск, как минимум, ну, несколько процентной коррекции. У рубля, да, есть смягчающие обстоятельства, это налоговый период, пик, по-моему, выплат придется как раз на этот четверг. Ну да, спрос на рублевую ликвидность в качестве исполнения обязательства перед, ну, вследствие налоговых выплатов, он может оказать локальную поддержку. Но исторический опыт показывает, что если налоговый период накладывается на довольно стремительную динамику нефти, особенно если она предполагает коррекцию, ну, у налогового периода не будет, скажем, кошерей, чтобы перебороть. Ну, хорошо, Михаил, еще один фактор, который может повлиять, вероятно, на динамику рубля, это то, что ВТБ разместит буквально сегодня однодневные бонды на 75 миллиардов рублей, цена 99,98% от номинала и доходность 6,9% к погашению. Как вы рассматриваете, ведь были тоже такие аналогичные размещения, они не очень пользовались спросом? Да, если говорить вообще о спросе предложения на рынке Fixed Income, рынок облигаций, последнее время, последние полтора месяца рублевые облигации пользуются недостаточным спросом и постоянно недоразмещаются. Вот, можно четко проследоваться, что повышенный спрос в облигации номинированы не в российской валюте, а здесь есть ряд драйверов на текущую неделю. Основной драйвер, связанный с Америкой, Дональд Трамп подписывает, должен подписать, по крайней мере, законопроект о введении новых санкций против российских олигархов. Драйвер-то негативный, значит, его вряд ли можно назвать драйвером. Почему? Для американского доллара, да, для российского рубля вряд ли. Если говорить чисто о российской действительности, те олигархи, которые, те бизнесмены, которые боятся за свои капиталы, они распродают спешно активы и инвестируют в российскую экономику. Но вот тут есть и такой интересный момент, что Кудрин раньше... На котором у вас 20 секунд. Кудрин говорил о том, что специально для этого будут созданы еврооблигации. Повышенный спрос в долларах. Это мы завтра продолжим обсуждать. Артем, я сейчас предлагаю вам озвучить свои рекомендации. Пожалуйста, выходите к экрану. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня я хочу предложить вам сделку по продаже американского индекса S&P. Собственно, понимаю то, что в рамках программы было бы правильно, конечно же, приурочить сделку конкретной торговой сессии. Но в то же время эта сделка, уверен, будет интересной для тех, кто рассматривает свой портфель и видит в нем возможность помещения идеи на более длительный период времени. Глядя на ситуацию в рамках американской фонды, можно сказать, что все три основные бенчмарки S&P, Dow и Nasdaq с завидной регулярностью переписывают исторические максимумы. Действительно, аргументируя эту позицию, можно четко отметить, что делают большой акцент на то, что растет мировая экономика. Растет экономика США, соответственно, растут и прибыли корпоративного сектора. И многие делают еще большой акцент на то, что налаговая реформа тоже должна оказать свое позитивное воздействие. В то же время, оценивая ситуацию, хочется отметить то, что сам факт текущей перекупленности – это уже тревожный сигнал. То, что в американский фондовый рынок вкладывают, даже несмотря на то, что он продолжает расти и назрела такая серьезная коррекция – это тревожный момент. Если оценивать расстановку сил по прогнозам в сторону повышения и коррекции, сейчас это серьезное расхождение, которое в последний раз мы наблюдали около 8 лет назад, то есть в далеком 2010 году. Тогда ситуация была похожа, индекс S&P вырос за очень короткий промежуток времени примерно на 15%, потом последовала серьезная коррекция. Дайте уровни еще обозначить. Сейчас как раз у нас похожая ситуация. Я считаю, что уже пора бы этому рынку немного сдуться. И текущий уровень, особенно на фоне приостановки работы правительства США, это прекрасная возможность продать. С целью? 2800 – это уровень входа. Цель 2750, ну а стоп-лост можно поставить на отметке 2817. Спасибо. Ваше время истекло. Теперь пришло время озвучить техническому эксперту свои рекомендации. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня будет идея, посвященная российскому фондовому рынку. Нашим основным драйвером будет идея отработка дивидендной истории по Акрону. В пятницу прошлой недели был закрыт реестр, то есть последний день торгов, когда можно было получить дивиденды по акциям данной компании. И сегодня рынок предсказуемо открылся гэпом вниз по этому инструменту. Если посмотреть акции Акрон, вот этот вот как раз гэп вниз составляет порядка 112 рублей, что полностью соответствует размеру дивидендов, которые выплатят 23 числа. И, соответственно, вот этот вот пробел, основная идея в том, что он должен закрыться. Торговая идея, согласно технического подхода, покупать с текущих, потому что мы находимся... Текущие – это 4059, снижение на 3% идет. Да, как раз снижение на 3% – это размер дивидендов. Все полностью предсказуемо. Заходим по текущим, стоп ставим за тот уровень, который у нас сформировался на прошлой неделе в районе, в ходе торгов. Это ниже психологического уровня 4000 рублей за акцию и составляет 3930. Какие-то целевые ориентиры будем составлять? Да, основной целью будем считать закрытие гэпа, то есть тренд по этому инструменту сохраняется повышательный. И, соответственно, цель – 4178 рублей. Спасибо большое. Рекомендации от нашей технической команды можете присаживаться. Как раз мы не успели обсудить вопросы, которые пришли на адрес электронной почты battlesobakrbctv.ru. Уважаемые телезрители, вы также можете присоединяться. Ну вот, сможет ли вырасти биткоин на этой неделе, спрашивает нас Игорь. Буквально, Артем, в одном-двух словах опишите. Я думаю, что новостной фон прошлой недели ясно дал нам понять, что прежде чем мы снова вернемся к идее роста ключевой бенчмарки, то есть биткоина, нужно все-таки, чтобы на рынке появился такой же позитивный момент. Его на текущий момент нет, в связи с чем я считаю, что распродажи будут актуальны. И биткоин по-прежнему рискует, чтобы оказаться ниже поддержки 10 тысяч. Ну что ж, спасибо. Вместе с тем, Телеграм сегодня сообщила о спросе, который превышает оценку ICO. Это 3,8 миллиардов долларов. Михаил Хлестунов, руководитель Московского департамента аналитики групп компании FIBA, представляет техническую команду Артем Деев, ведущий аналитик брокерской компании Амаркет Списалет Фундаментальную. Это рынки позиций, не переключайтесь.